МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если поговорить еще о дне рождения Бродского, который вчера мы отмечали, то сразу два повода есть поговорить сегодня о русском языке, о филологии в целом. Это 24 мая отмечали День славянской письменности и культуры. А сегодня профессиональный праздник, между прочим, у филологов. С чем вас, Елена Валерьевна, и ваших коллег? Отседуя, что поздравляю. Спасибо. Я тоже вас поздравляю, что вы тоже к этому празднику имеете прямое отношение. Ну да, несмотря на то, что тоже филологический факультет за плечами, но разговаривать с филологами, честно говоря, очень страшно, потому как начинаешь очень контролировать свою речь и сверяться со словарями. Но тем не менее, давайте обратимся к празднику, День славянской письменности и культуры. Мне почему-то кажется, что лет так это 10 назад более широко он отмечался, и масштабно, и города выбирали столицами этого праздника. А не становится ли он таким вот отраслевым, что ли, праздником? Ну так вот, как-то скромно все. Ну что сказать. Вообще история праздника, которая отмечается 24 мая, она очень интересная. С одной стороны, этот праздник возник очень давно, уже, по сути дела, с 9 века, но периодически он затухал, потом происходили какие-то общественно значимые события, его реанимировали этот праздник, да, и так вот несколько витков на протяжении тысячелетия претерпевал этот праздник. Поэтому, конечно же, истоки его связаны с моравской миссией святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, да, которые мы знаем, создатели азбуки кириллицы, да, и просветители славян, которые прославлены церковью православной в лике равноапостольных, поскольку их подвиг приравнен к подвигу апостолам, поскольку они славянский мир приобщили к христианской культуре в целом. Вот, затем, такой следующий этап был, мы, Русь, крестилась же позже, да, и чехов, и западных славян, затем южные славяне, и мы уже во многом учились у болгарских книжников. Поэтому праздник, день славянской письменности и культуры, мы в 12 веке переняли у болгар, делали, так сказать, по образу и подобию так, как это было в Болгарии. Затем со столетиями немножко поутихло тоже событие, хотя церковь неизменно праздновала память Кирилла и Мефодия. И вот в 1863 году праздновалось тысячелетие Великомаравской миссии, и тогда уже Святейший Синод Русской Православной Церкви установил, что каждый год нужно праздновать 11 мая по старому стилю, 24 мая по новому стилю, день славянской письменности и культуры. Ну и новый виток этого праздника уже в 1985 году, уже на заре перестройки, когда вновь было принято решение официально праздновать, как государственный праздник, день славянской письменности и культуры. Действительно, было много экспериментов в последние 30 лет с этим праздником. То есть был период, когда устанавливался каждый год новый город русский. Ну, правда, было несколько лет празднования проходили в Минске и в Киеве, а потом все уже в Российской Федерации, в том числе в 87-м году это было в Вологде, там Псков и так далее. Ну, а вот последние годы все основные праздничные уходят в Москву, то есть в Москве самый большой праздник происходит. Но все филологические факультеты наших университетов, они неизменно сохраняют эту традицию и до 85-го года, и после 85-го года, поскольку русская филология изучает старославянский язык в обязательном порядке, русскую литературу, русский язык, поэтому это наша обязанность. И в этом смысле филологи, конечно, сохраняют эту традицию неизменно, в том числе в нашем городе. Ну, а что происходило, скажем, вчера в Череповце и в ЧГУ в частности? Ну, вчера в нашем университете, в Гуманитарном институте происходило открытие международной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Николая Михайловича Рубцова. Вот она сегодня продолжает работу, то есть было возложение цветов возле бюста, как раз в университетском сквере. Конференция собрала более 50 участников. Николай Рубцов – мастер поэтического слова. Это в том числе было приурочено к Дням Савянской письменности и культуры. Сегодня у нас День филолога и последний звонок наши студенты-выпускники празднуют вечером. Завтра у нас проходит большое мероприятие, посвященное Николаю Гумилеву. Была викторина, интернет-викторина, в которой принимали участие школьники и учащиеся средних специальных заведений наших образовательных организаций. Будет интерактивная лекция, которую будет проводить Диана Минец, кандидат филологических наук, доцент нашей кафедры. И 2 июня, здесь мы растягиваем этот праздник на неделю, даже чуть больше. 2 июня, второй год мы проводим такое мероприятие, которое называется «Диалог культур». Это наши студенты совместно с иностранными курсантами, таких у нас очень много в военном училище, радиоэлектроники. Они учат русский как иностранный первый год. То есть приезжают очень многие, вообще не зная ни слова по-русскому на русском языке. И затем, после того, как они вот это подготовительное отделение у себя в училище каждый день, по много часов изучая русский язык, начинают уже понимать русский язык, затем идет образование уже в общем потоке у них на русском языке, то есть премудрость военного дела. И вот в прошлом году мы такой опыт впервые задействовали, то есть проводили семинар по межкультурной коммуникации. То есть там были монголы, киргизы, даже Марокко, из африканских стран, из Нигерии. То есть короткие презентации, они рассказывали про, например, свадебные обряды, про основные праздники в своей культуре, в своей стране. На русском? На русском языке, да. А наши студенты, соответственно, рассказывали про русскую культуру, про русские праздники и так далее. В этом году мы продолжим эту традицию. Они захотели рассказывать про имена по традиции, которые существуют в их культуре, и как они менялись, когда человек рождается, ему дают имя. Вот также у нас будут элементы народной танцевальной культуры и жесты мимика. Вот типичные жесты мимика в каждой культуре. Так что это очень интересно. Заканчивается все, кроме такой серьезной части чайпитием. В общем, так что... Ну куда же без русской традиции попить чайку после завершенного дела. Хорошо. Ну вот раз мы заговорили про иностранцев, про русский язык, вот я знаю, что вы же преподавали в школе мигранта. Русский как иностранный. Вот насколько сегодня, скажем, интересен русский язык, иностранцы? Ну понятно, что кто прибывает к нам в страну, интересен, не интересен, учить надо, раз ты хочешь здесь находиться. Это нормально. А вообще роль русского языка для носителей, скажем, других языков и другой культуры, насколько он нужен? Ну здесь, конечно, вы, Людмила, целый блок вопросов затронули. О роли русского языка в мире, скажем, в нашем регионе, в нашем городе. Ну вообще надо сказать, что русский язык входит в десятку мировых языков. Это очень такое почетное место. Некоторые исследователи считают, что русский язык занимает третье место по числу носителей, потому что сегодня полмиллиарда носителей русского языка в мире, но большая часть как раз за пределами России находится, то есть 350 миллионов где-то примерно. И в этом смысле говорят о том, что по числу носителей он на третьем месте после китайского и английского языка. Сегодня, конечно, на постсоветском пространстве, как мы знаем, были политические процессы, когда даже в бывших республиках Советского Союза изгоняли русский язык из школ, да, и он перестал быть государственным языком. Но ведь молодежь уже очень часто, когда приезжаешь куда-то в бывшую республику, уже не говорят, говорят люди там от 30 и старше. Да. Так что, по сути дела, осталось, по-моему, три республики из бывших советских республик, в которых русский язык остался государственным. То есть это Беларусь, безусловно, да, это Казахстан и это Киргизия. То есть он там не государственный, но он официальный язык. Что касается мира, действительно, был спад, там, может быть, 10-15 лет назад, был спад учителя русского языка, как иностранного в зарубежных странах, в том числе в славянских странах, конечно, очень страдали, потому что, как бы, отток. Родители не хотели, чтобы дети учили русский язык, да, и они были многие без работы. Вот, а сейчас мы поддерживаем отношения с коллегами. Сейчас как раз всплеск, опять, интереса к русскому языку и к русской культуре. Достаточно сказать о Польше, да, в Варшавском университете, где конкурс один из самых высоких на филфаке, именно на русское отделение. А с чем это связано? Все-таки с политическими какими-то событиями? Или, ну, это, так скажем, такая волна очередная? Ну, мне кажется, все-таки вот такая какая-то, ну, можно так сказать, что ли, тайна, или какой-то особый путь, что ли, все равно России, русской культуры. То есть пытаются понять русскую душу через язык. Да, да, да. То есть мы все-таки не похожи по своим поступкам, и раньше были не похожи в XIX веке с той же русско-турецкой войной, да, когда нам это совершенно экономически-политически было невыгодно, и непонятно, как объяснить, почему мы вступили за братьев славян, да, на Балканах. Также и сейчас многие поступки, я считаю, ну, и нашего президента, и, так сказать, нашей страны, они непонятны. Поэтому, наверное, нужно действительно... Отмычка — это язык, да, это русская культура. Поэтому вот такой всплеск. Также я считаю, что огромную роль сыграл фонд «Русский мир», который инициатором создания такого фонда была Людмила Алексеевна Ирбицкая, президент Санкт-Петербургского государственного университета, которая много лет была ректором этого университета, и которая, так сказать, методично... Я как раз в эти годы училась на кафедре у Людмилы Алексеевны, она еще заведующая кафедрой общего языка знания в Санкт-Петербургском университете. Она все время рассказывала о том, как вот она все-таки методично уговаривает, так сказать, лично президента Владимира Владимировича Путина обратить внимание на то, что вот нужно создавать такой фонд «Русский мир». В 2007 году летом было принято такое решение, создан этот фонд, и сейчас, по-моему, более 65 стран уже имеют на своих площадках кабинеты «Русского мира», центры «Русского мира». Мы вот два года назад с моей коллегой Еленой Михайловной Ивановой были в Сербии, как раз работали в Международной школе русского языка и русской культуры на площадке «Русского мира» в Сербии, в городе Новый Сад. То есть, и эти центры занимаются огромной просветительской деятельностью. То есть, там есть курсы русского языка, как иностранного, там туда поступает литература по истории, по религии, по языку русскому и русской культуре. То есть, и проводится очень много мероприятий, связанные с новинками русского кино, с обсуждением русских книг, русской истории. Поэтому вот огромную роль, я считаю, играет «Русский мир» для популяризации русского языка в мире. Что касается, я не ответила вообще про наш город, да, нашего города, мы знаем, что сейчас в мире происходят такие миграционные процессы, очень активные, и в том числе в нашей области очень много людей, которые приезжают сюда работать, некоторые потом хотят принять гражданство Российской Федерации. И несколько лет назад были приняты законы, которые обязывают желающих трудиться обязательно сдать экзамен, да, на знание русского языка и каких-то элементарных представлений о том, как нужно жить, да, какие правила соблюдать на территории Российской Федерации. И вот в 2012 году осенью на площадке Щерпоевского государственного университета была открыта школа мигранта при участии непосредственно губернатора Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова, при участии в управлении миграционной службой по Вологодской области. Вот, и первыми нашими учениками были вьетнамцы. Замечательная здесь есть диаспора, как мы знаем, еще с конца 80-х годов, много поколений уже, наверное, три поколения вьетнамцев у нас в городе живут. Но дети-то там по-русски очень хорошо ведь говорят. Да, дети поступают, заканчивают школу золотыми медалями, поступают там медицинские вузы в нашей стране и так далее. А старшее поколение, конечно, вот как выучило такой вот, неправильный русский язык в свое время. И сейчас вот они пытались как-то уже перейти к правильному русскому языку. Конечно, очень сложно, когда есть неправильный русский язык, исправить его и сделать правильным. Легче работать с нуля. Вот, и мы вот обобщили опыт уже даже вот такой монографии научной с моей коллегой Надеждой Викторовной Штыковой, которая преподает русский как иностранное военное училище. Это тоже наша выпускница, наша коллега, где вот обобщили свои методические находки в области преподавания русского языка как иностранного именно вьетнамцам. Потому что ведь все еще зависит от того, какой родной язык у людей, которых мы обучаем русскому языку. Потому что языки очень разные. То есть все равно какие-то параллели там с грамматикой одной нужно проводить, да, чтобы лучше запомнить нашу. Да, с одной стороны параллели, а с другой стороны, наоборот, отталкивание. Потому что бывает так, что в языке есть что-то такое, чего абсолютно не в другом языке. Ну я понимаю, что бесконечно можно говорить, конечно, на тему языка с филологом. Но вот знаете, что хочу, вот пять минут у нас остается. Хочу с вами поговорить о современном русском языке, который сейчас вот на просторах интернета у нас появился. Вообще-то что? Вот меня, честно говоря, это пугает. Но я так думаю, ну, наверное, ты вот, надо принять это, это естественный процесс. Люди общаются совершенно другим языком. И филологи изучают даже интернет-язык. Вот успокойте, пожалуйста, меня, вот, как выпускница филологического факультета. Это все хорошо будет с языком? Или все-таки он претерпевает какие-то изменения, и что-то мы получим вот невероятное потом? Ну что такое интернет-язык? Конечно, лингвисты пока еще дать однозначный ответ по поводу того, что это такое, не могут. Но есть, конечно, некоторые представления о том, что это такое. То есть традиционно мы привыкли к тому, что когда у нас уже появилась письменность, да, что у таких развитых языков, в которых есть письменность, существуют две основные формы. Это разговорный, разговорный язык, да, и письменный язык. И, безусловно, что это два разных языка, по сути дела, со своим синтаксисом, сложным книжным в письменном языке, да, и таким совершенно другим синтаксисом в разговорном языке, где допускаются разные роды неточности, неправильности в грамматическом согласовании управления и так далее. Вот, интернет-язык — это какая-то третья форма. Третья форма. Почему? Потому что, вроде бы, с точки зрения использования каких-то дополнительных средств, это не устный язык, да, то есть это не разговорный язык, это письменный язык, но, по крайней мере, визуальный. Мы его глазами воспринимаем, а не ушами, как устную речь. А с точки зрения структуры, особенно, конечно, не на официальных площадках, да, а всякие форумы, чаты и так далее, личная переписка, да, это, конечно, больше похоже на синтаксис разговорной речи. Вот, поэтому какая-то вот такая новая форма со своими особенностями, включая разного рода инфографику, смайлики и так далее, которые передают настроение, эмоции, отношение человека к тому, что он сообщает. Ну, что с этим делать? Конечно, мы сталкиваемся с этим, когда к нам приходят абитуриенты, вот, то есть, если сравнивать абитуриентов, скажем, современных и тех, которые были 10-15 лет назад, разница очень большая именно в том отношении, что современные абитуриенты хуже намного говорят, строят какую-то связанную монологическую речь, да, но зато очень хорошо решают тесты любого вида. Вот, не скажу, чтобы с развернутой письменной речью у них тоже было все хорошо, то есть, опять же, все сжато, минимально и так далее. Мы, конечно, на филфаке над этим работаем, и на выходе у нас студенты хорошо говорят и хорошо пишут. То есть, на какое-то время они замолкают курс по второму, да, слушая преподавателя, а потом начинают говорить. Да, поэтому, конечно, мы должны четко понимать, что мы вообще можем сделать с языком, ведь язык — это такая вещь, такое явление, которое вообще трудноуловимо, оно как бы, он живет своей жизнью, да, то есть, есть какие-то сферы, которые мы можем регулировать, ну, например, школьное образование. Вот, безусловно, здесь очень такая важная сфера применения наших усилий, то есть, количество уроков в неделю, да, русского языка и русского литературы, отбор произведений писателей, которые должны изучать школьников, вот это очень важно. То есть, и здесь мы не должны идти в угоду влиянию как раз английского языка и иностранных языков, да, потому что мы знаем, что уже принято решение, и уже школьники учат в начальной школе иностранные языки, но во многом это было в ущерб урокам русского языка и русской литературы. Поэтому вот этого перекоса, конечно, допустить нельзя, и вы знаете, что создан в марте месяце Совет по русской словесности, который президент попросил возглавить Святейшего Патриарха Кирилла, да, и одна из задач вот как раз этого Совета русской словесности, это все-таки как-то исправить ситуацию в нашем школьном образовании филологическом. Елена Валерьевна, к сожалению, к сожалению, время наше вот ограничено, мне показывают, что нужно завершать эфир. Спасибо вам большое, я думаю, что многоточие мы ставим, потому что, ну, невозможно остановиться. Спасибо большое, еще раз напоминаю нашим зрителям, что сегодня в День филолога у нас в гостях была заведующая кафедры отечественной филологии прикладных коммуникаций, доктор филологических наук, профессор Елена Грудева. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите, рассказывайте, образовывайте нас. Прощаюсь с вами до следующей недели, до встречи на телеканале «Провинция». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова